Почему кому-то Бог даёт детей, например, малолетним, распутным женщинам, людям не в браке или пьяницам, а некоторым здоровым нет? Следующий вопрос. Почему так решительно говорим «Бог даёт»? Основная, если хотите, одна из основных истин христианства может быть выражена одним-единственным словом, правда оно греческое. Синергия. Ну, в переводе, даже не в переводе, а если попытаться нам осмыслить на русском языке, что это значит, то синергия означает, что не Бог сам по себе действует в отношении человека, как он хочет. Нет, это ложь. Не человек может всё сделать, что он хочет. Тоже неверно. И то, и другое неверно. А, оказывается, христианство говорит о том, что Бог действует в полном соответствии с духовным состоянием человека. С духовным. Что такое духовное состояние? Это совсем ещё, во-первых, даже ненравственное. Вы говорите, какая-нибудь распутная там женщина или что такое. Вы знаете, вот только на прошлой неделе читали мы Евангелие. Вошёл в храм мытарь и фарисей. И кто же вышел более оправданным? Праведный, простите уже, оказывается, в кавычках, фарисей, который всё морально чист, всё делает по закону. И мытарь – обманщик. Но мытарь, оказывается, от всего сердца покаялся. И он вышел более, как говорит Евангелие, а святые отцы говорят не более, а вышел оправданным. А фарисей вышел осуждённым. Так вот и здесь, что значит Бог даёт детей? Да, всё совершается, конечно, в конечном счёте. В конечном счёте, да, в соответствии с волей Божией. Но воля Божия находится в полном соответствии со духовным состоянием человека. Как вот только что я сейчас сказал. Бог есть врач. И Он какие лекарства даёт? Как? Просто так, что захотел, то и дал. Он смотрит на состояние и соответственно даёт. Так вот, в данном случае, откуда мы знаем, кому что полезнее? Когда полезнее дать ребёнка? Причём полезнее с какой точки зрения? Ну, конечно же, с единственной, которой оправдывает жизнь человека. Это с той, с которой мы войдём в жизнь вечную, то есть с духовной точки зрения. Поэтому можем видеть вот такие внешне, кажется, различия непонятные нам. По существу совершенно ясные, почему Бог кому-то даёт, а кому нет. Вот, оказывается, в чём причина. Всё обусловлено нашим духовным состоянием. Оно определяет наше духовное состояние волю Божию по отношению к нам. Бог не сам по себе действует, а в полном соответствии с тем, кем мы являемся. Вот по этой причине мы видим, что Бог часто даёт детей тем, кому мы – ах, как это такое! А мне такой святой, такой хороший не даёт. Всё! Святая, хорошая, да? Поздравляем тебя в кавычках! Вот какое дело! Недаром святые отцы и говорят, что корень всех зол – это самомнение. Это видение себя хорошим. Видение себя не просто хорошим, а лучшими, чем другие. Сверху вниз, когда мы смотрим на эту распутную, так, кажется так, там в вопросе. А перед Богом вдруг она окажется неизмеримо ближе к Нему, чем мы. Вот в чём дело-то оказывается. Если мы с этой точки зрения посмотрим, тогда у нас не будет этих недоумений. Все недоумения от чего? От нашего самомнения. Я хороший, и у меня вдруг этого нет. Это дрянь, и у неё всё есть. Ужасно. Не понимаю тебя, Господи, насколько ты несправедлив. Спасибо.